Всем привет и доброго утра на StopGame.ru! О том, что народного обожания Battlefield 2042 не снискало, можно понять, хотя бы почитав комментарий под любой нашей новостью об этом горе-боевике. Но недовольство игроков — дело сейчас, увы, нередкое. Тут новость сочную не состряпаешь. А вот когда издатель признаёт, да, дескать, фигню какую-то сделали, это уже куда более необычно. Правда, качество игры Electronic Arts интересует в меньшей степени. Шутер не оправдал ожиданий в первую очередь в финансовом плане. Пришлось даже снизить прогноз на финансовый год сразу на 100 миллионов долларов. Впрочем, вы за электроников не переживайте. Франшиза занимает лишь 10% их бизнеса. Приживых Apex до FIFA не потунут. Тем не менее, причины провала попытались выявить. Среди них издатель отметил тяжести дистанционной разработки, непредвиденные проблемы с производительностью и то, что некоторые гейм-дизайнерские решения не понравились игрокам. Кто виноват, определили. А что делать, пока непонятно. Но первый сезон поддержки уже отложили на лето. Жалуетесь, что Skyrim портит тонами эра-модов? Это ещё что? Для Cyberpunk сделали целый эра-спин-офф. Cyberbang, ну или Кибертрах 2069, сделан для тех, кому бурной романтики в оригинале показалось маловато. Это симулятор свиданий с персонажами игры. Выполнен он в виде рисованной графической новеллы и предлагает один полноценный ромэн с киберниндия Сандайо Ода, а также демки с Горо Токамурой, Виктором Вектором и Джонни Сильверхендом. Да, игра пока не полная, но зато бесплатная. Полноценно выйти должна летом, когда врата упомянутых персонажей откроются для сладострастных покорителей, и покорительниц пол можно выбирать сердец. Интересно, что CD Projekt Red дала добро на создание такого вбоквилла. На осторожный вопрос авторов «А можно?» Поляки лаконично ответили «Дерзайте». Дерзайте и вы. Ссылку я, конечно, оставлю в описании. Есть и нетензурная версия. Знаете, что объединяет легендарные мобилки нулевых, хорошую зарплату и нашего сегодняшнего партнера? Язык программирования Java. Он самый популярный язык программирования в мире и один из лучших способов начать карьеру в IT, ведь продукты на этом языке можно встретить всюду. Среди них приложения банков, маркетплейсов, порталов знакомств, программы суперкомпьютеров и игровых консолей. Поэтому онлайн-школа Skill Factory предлагает курс Java-разработчик, отлично подходящий тем, кто ранее программированию не обучался и ходить начинает впервые. Всего обучение занимает 14 месяцев, но уже через 7 вы станете джуном Java-разработки, а по завершению обнаружите себя крепким специалистом. Таких профессионалов всегда готовы принять в банках, маркетплейсах и студиях по разработке мобильных приложений, но и сам курс предполагает помощь в трудоустройстве с готовым портфолио. А постараться есть ради чего. Средняя зарплата Java-разработчика составляет 140 тысяч рублей. Так что если хотите освоить курс и сменить профессию, или начать свой трудовой путь по ветке программирования, проходите по ссылке и записывайтесь. Тем более, что специально для наших зрителей будет скидка 45% по промокоду INFACT. Любимые нами Steam ждут перемены. Скидок станет больше. Если раньше разработчикам нужно было выждать не менее 6 недель с предыдущей распродажи, чтобы начать новую, то сейчас этот срок сократился до 4-х. Это не касается больших акций сезона щедрости — летний, осенний, зимний и лунно-новогодний распродаж. А вообще, ивенты 2022 года будут раскрашены в жанровые цвета. В конце февраля пройдет фестиваль демо-версии NextFest. Начало марта ознаменуется событием по кооперативным играм. С 14 по 21 марта порадуют любители японских RPG. Начало апреля будет посвящено симуляторам. Майские праздники пройдут под лозунгом «Dialot» — это от месяца роуглайки. Конец месяца посвятят гонкам. На июнь придется следующий праздник демо-версий. Традиционная летняя распродажа пройдет с 23 июня по 7 июля. И конец месяца уделят всеми выживачьи. Пока все. Прямо сейчас, кстати, завершается большая лунная распродажа. Спешите, закончится она уже в 9 вечера по Москве. Несчастные поклонники Dark Souls по-прежнему сидят без мультиплеера. Как выяснилось, что в сетевом коде там дыра в безопасности размером с кратера от падения Battlefield Crossover, так и не открыли серверы игры до сих пор. Портал VGC связался с хакерами, отыскавшими уязвимость, и выяснил несколько любопытных моментов. Оказывается, бойцы сетевого фронта обращались к Бандай Намка с подробными отчетами и идеями по исправлению кода. В поддержке им сообщили, что передадут кому надо, и отправили заявку, видимо, в Шреддер. Одна из бед уязвимости — то, что под ударом оказались даже невзломные консоли. То есть в опасности любая приставка с установленной игрой от разработчика. А вообще, давайте отойдем от сухих фактов, потому что в выражениях хакеры вообще не стесняются. По их словам, код Dark Souls выглядит так, будто онлайн налепили на одиночную игру, даже не задумываясь о безопасности. Пакеты данных с кучей информации, как ни в чем не бывало, отправляют с другим игрокам. Никакой проверки на вменяемость данных не ведется. Притом, совершенно непонятно, что будет с Elden Ring. Там, говорят, неплохой, вроде бы, изи-античит. Но вот остановит ли он профессиональных злоумышленников — это большой вопрос с ценой в мультиплеер. Своей официальной позиции и планов на будущее компания пока не высказывала. Молчит Шиноби. Вот Аврекас в комментариях под прошлым выпуском посмеялся над тем, что Sony не иначе как в мобильный гейминг решила податься, а оказался прав, по крайней мере, в части отхода от старых проверенных стратегий. Так японская компания потихоньку собирается развивать собственные сетевые режимы и игры-сервисы. Ранее с ними выходила какая-то беда. То Destruction All Stars случится, то Predator Hunting Grounds. А вот в сетевую часть The Last of Us и Uncharted 4 выиграли? А она была. Возможно, именно Банжи должна отчасти выправить ситуацию, но в любом случае до 2026 года Sony планирует запустить 10 игр-сервисов. Это будут, очевидно, Gran Turismo 7 и сетевой режим The Last of Us 2. Слухи пророчат сиквел Helldivers и новый Twisted Metal. А внутренние студии, вроде Gorilla и Insomniac, набирают штат для мультиплеерных проектов. Тоже, думайте, не полыбовь схмыть. Планы издателя стали известны из свежего финансового отчета, который раскрыл и много другой информации. Ну, в основном, финансовой. Так, количество ежемесячно активных пользователей PSN составило 111 миллионов, а тираж PlayStation 5 перевалил за 17 миллионов приставок. Больше, чем у Xbox с ее 12 миллионами. Вчера начали появляться первые рецензии на Dying Light 2 Stay Human. Открывающий, считайте, большой релиз этого года. И можно сказать, что впечатления он оставляет… смешанные. С одной стороны, зомби-боевик хвалят за амбиции. Здесь большой и интересный город, отличный дизайн, захватывающие вылазки в мир мертвецов и вариативный сюжет. С другой же, пресс отмечает кучу багов, несоответствующую общему уровню проекта боевку, перекрученность некоторых историй. Что об этом думают авторы StopGame.ru? Узнаете у нас на сайте. Иван Лоев уже наиграл пять десятков часов и сделал большой видеообзор. Ну, а Степан Песков изложил свои впечатления в тексте. И это было все на сегодня. Пока и хорошего вам дня.